Финал районного конкурса День Земли по традиции проводится весной. Эта акция призывает школьников быть внимательнее к окружающей среде. День Земли проводился в Одинцовском районе в 22-й раз. В течение всего года школьники участвовали в различных конференциях, конкурсах и проектах. И вот час награждения лучших настал. Я бы хотела вас искренне поздравить с замечательным праздником, районным Днём Земли и Международным Днём Земли. Хочу передать вам слова огромной благодарности от главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова с таким замечательным праздником. Всего в проектно-исследовательских работах по экологии приняли участие более 8 тысяч человек по всему району. Ребятам помогали учителя и родители. Они также с удовольствием пробовали свои силы в разнообразных акциях. Сегодня заключительное мероприятие. А мы с вами прекрасно знаем, что прежде чем кто-то сегодня выйдет на сцену и получит памятные подарки, перед этим был колоссальный труд. Труд ваш. В день финала персональные награды получили более 30 школьников. Были поощрены и авторы коллективных проектов из разных школ. Победителями конференции «Экологические проблемы городов» стали Маргарита Аракелян и Оксана Зимовец. Обе девочки учатся в Одинцовской гимназии номер 14. Лучшими в экологической викторине «Как сделать город чище» стали ученики Каринской школы – Гавриил Фарафонов и Саша Никитина. Победителем конкурса экологических проектов «Как сделать город чище» стал ученик 13-й гимназии Никита Ясипенко. В номинации «Активные экологи» были награждены два учреждения – Захаровская и Маловеземская средние школы. В общем зачете места распределились следующим образом. Первое место на педестале почета заняла Одинцовская гимназия номер 11, второе – Акуловская школа и замыкает тройку лидеров Одинцовская гимназия номер 14. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.